Мамы, папы, педагоги и все те, кто заботятся о здоровье и благополучии семьи, причем не только своей, собрались в Новочбоксарске на Большой Родительский Совет. Главные темы для обсуждения – как стать счастливым родителем и как сделать счастливыми своих детей. Такое родительское собрание проводится впервые. В рамках расширенного заседания Республиканского Совета Женщин и Совета Отцов, чуваши обсудили, как помочь молодым людям при создании семьи и воспитании детей. Куда можно обратиться с проблемами? И Новочбоксарск выбрали для проведения заседания не случайно. В самом молодом городе Республики проживает более 100 тысяч человек. Цифра с каждым годом растет, преимущественно за счет рождаемости. Но мало родить ребенка, важно его правильно воспитать. Именно для повышения родительской грамотности и был создан Большой Родительский Совет. Будущих ответственных родителей нужно воспитывать с детства. Посыл состоит в том, что счастливыми родителями счастливого ребенка можно стать только полноценной, традиционной, духовной, физически здоровой семье. А этому нужно учить и воспитывать. Учить и воспитывать молодых родителей на первом собрании Совета не стали. Привели лишь некоторые данные статистики. Практически каждый ребенок с рождения уникальный, утверждают специалисты. Но его достижение успехи на 80% зависит от родителей и педагогов, которым нужно развивать способности малыша. Как отец трех детей и дед одной внучки, зная, что такое вырастить, зная, что такое дети. Поэтому, исходя из всего, что есть, Владимир Николаевич, в любой компании, в любом месте, в любое время готов всегда рядом с тобой говорить об отцовстве, ну вот, о проблемах отцовства и так далее. Ну, а если серьезно, ну, на самом деле, очень рады видеть вас на территории города Новочебоксарска. Я тоже молодой в этом городе, поэтому все проблемы, которые здесь сегодня есть и которые, задачи стоят перед городом, я думаю, будут решаться по мере поступления тех заявлений, которые от жителей идут. Инициаторами необходимой помощи молодым людям, желающим создать крепкую семью, выступили специалисты учебных заведений. Они подготовили системный курс «Менеджмент счастливой семьи. Счастливый родитель одаренного ребенка». Татьяна Трофимова, Дарина Игнатьева, Сергей Рябчиков, Республика.